Я покажу как собрать простую, но очень мощную антенну для приема 3G и 4G. Эта пушка способна выловить даже в самых суровых условиях стабильный и быстрый интернет. А также расскажу 5 секретов успешного приема. Собирать я ее буду по той же схеме, по которой в прошлом видео собирал Wi-Fi пушку, но с пересчитанными размерами под мобильный интернет и некоторыми доработками. Для этого нам потребуются шпильки с резьбой, гайки и подходящий металл. Я использую медную фольгу, так как ее удобно резать ножницами. 3G и 4G интернет работают в разных частотных диапазонах, соответственно размеры антенн будут разные. Согласно выбранной схеме расчерчиваем на жестие 6 дисков с точностью до миллиметра. Сначала сверлю, а потом циркулирую, так будет точнее. Как можно ровнее вырезаю диски ножницами. Теперь на втором диске нужно разметить место под отверстие для пайки антенного кабеля. Согласно выбранной схеме это 11 миллиметров от края диска для 3G диапазона. В отличие от Wi-Fi здесь нужно 2 провода, хотя можно и один. Это повысит скорость двое и добавит стабильности. Отверстие для пайки второго провода должно располагаться строго перпендикулярно, то есть под углом 90 градусов, на том же расстоянии от края. Через получившееся отверстие размечаем на первом диске места подкрепления оплетки кабеля. Удаляем ненужную деталь с обычного телевизионного разъема и плотно вставляем в отверстие на первом диске. Оно очень туго входит, но это как раз хорошо. О, для супернадежности можно еще сзади ее обжать. Теперь самое интересное. Берем наши диски и прикручиваем их к шпильке. Не забываем хорошенько затянуть гайки, чтобы ничего не раскрутилось. Расстояние между дисками должно точно соответствовать указанному в схеме. Это важно. Расстояние между первым и вторым диском у нас составляет 10 мм. Вторым и третьим 9 мм. Последующими по 33 мм. Размер же самих дисков у нас составляет самый большой 100 мм от края до края. Второй диск 74 мм, третий 54 мм, потом 39 мм, 39 мм и 39 мм. Почему эти размеры так важны? Дело в том, что диски эти рассчитаны строго под резонанс частоты, которую мы принимаем. Волны на них резонируют, переотражаются на второй диск, в том числе от заднего большого диска. И на нем у нас значительно усиливается полезный сигнал. Именно ко второму диску мы припаяем провода. В центральной жиле надо попасть в дырочку на втором диске. Хорошенько закрутить и потом припаять. Провод я использую от спутниковых тарелок. Нет смысла переплачивать за более дорогой провод, так как они работают практически одинаково. Смотрите, как круто получилось. Похоже на космический бластер какой-то. Центральную жилу нужно аккуратно опаять со всех сторон, убрав излишки олова. Загинать и тем более использовать зажимы нельзя, чтобы не потерять ВЧ-сигнал. Ну что же, теперь можно испытать. Посмотрим, что у нас получилось. В нашем городе 3G покрытия официально нет, но я попробую его поймать из соседнего поселка Станично-Луганского. А это больше 10 км. Я использую модем Huawei 3372, прошитый под любого оператора. Давайте посмотрим, что он поймает без нашей пушки. Как мы видим, модем сразу же поймал сеть, но 2G. Заходим в настройки, выбираем настройки сети. Нажав ручной поиск, мы увидим все сети, которые доступны в данной местности. Все пошло. Мы видим, что ни одной 3G-сети модем в моем доме поймать не может. Я пробовал то же самое делать на USB-удлинителе. И даже когда выносил модем в окно, все равно ни одного 3G он не поймал. Смартфон здесь тоже видит только сети второго поколения. Теперь самое интересное. Подсоединяем нашу антенну. Вторые концы провода через переходники типа Peachtail. Подсоединяем модем. Ну что мы видим, только модем загрузился. Притом всего несколько секунд. И он поймал сеть 3G. H-SPA U-MTS. Ну это, короче, именно оно и есть. И что самое интересное. Антенна у нас лежит вот она, рядом с модемом. Мы ее еще даже на крышу не ставили. Я, честно, не ожидал такого результата, что сразу же, прям в помещении, она ловит 3G-сигнал. А что же будет, если ее в окно выставить? Смотрим на сигнал. Сколько децепров? 89. А было 97. Попробуй замерить скорость. Так, мы видим, что пошло сразу же. Ого! Снимай, снимай. Скорость 9, 10, ничего себе! 12! Смотрите, вот она антенна, вот он модем. Чуть-чуть проводит, а ты его прикрыл, может чуть-чуть в сумму в сторону. Как вы видите, 12! 12 мегабит, это никакой не Wi-Fi, это 3G-интернет. А включи YouTube-чик, 10 восьм, самое максимальное качество ставим, чтобы убедиться, что это не какой-то глюк там, спид-теста. Видео в максимальном качестве не тормозит. Это очень хороший результат, особенно если учесть, что сигнал мы ловим с большого расстояния, более 10 километров до базовой станции. Она находится не в нашем городе, а совершенно в другом поселке. Заношу антенну обратно в комнату, и скорость тут же падает. YouTube не успевает прогрузиться в максимальном качестве. Переставляю симку обратно в телефон, чтобы с помощью приложения NetMonitor убедиться, где точно находится базовая станция, с которой мы только что ловили сигнал. Симка первая нас не интересует, она в 2G работает, вторая в UMTS, как мы видим, это есть 3G. Возле окна мне удалось поймать очень слабый сигнал. И, как мы видим, местоположение Станыцы Луганска. То есть, по карте мы смотрим, базовые вышки всех мобильных операторов, но они 2G, и синеньким подсвечена таз, который в данный момент принимаем 3G. Теперь я точно знаю, в какую сторону направлять нашу 3G-пушку. Медленно проворачиваю антенну вокруг своей оси и наблюдаю за уровнем сигнала, чтобы убедиться, что направление верное. Уровень сигнала минус 87 дБ, минус 92, 89, минус 87, 96, 98. Ну, какой можно сделать? Уровень сигнала сильно зависит от положения. Поэтому направлять антенну нужно точно в цель, как ружье. Минус 84 дБ, это рекорд пока что. Включаем спид-тест. 11, 12, 13, 14, 15, 16 мегабайт. Обалдеть! 17! Отличный результат, как для дальнего приема 3G. Ребят, хотел вам посоветовать сайт Викиум, который поможет прокачать свой мозг. Он представляет собой онлайн-сервис для тренировки внимания, ускорения процесса мышления и улучшения памяти. Вначале выбираем, какие функции мозга вы хотели бы развить. Далее тестирование, на основе которого будет составлена индивидуальная программа тренировки. И дальше вас ждет много оригинальных упражнений, которые заставят мозг работать, что-то искать, запоминать и принимать решения. Викиум полезен в любом возрасте. Мозговые тренировки на Викиуме помогают держать мозг в тонусе, быстро соображать, добиваться успеха как в работе, так и в наукоемких хобби, как у меня. На Викиуме тренирует свой мозг больше полутора миллиона человек. Так что регистрируйтесь по ссылке в описании и качайте мозг с удовольствием. Интернет с этого модема можно использовать не только на одном устройстве, а также раздать через Wi-Fi. Для этого можно купить недорогой Wi-Fi роутер, главное чтобы у него был USB. Вставляем мы сюда наш модем. Таким образом интернет, который мы принимаем нашей антенной, можно будет уже раздать через Wi-Fi на весь дом. А можно сделать проще и купить сразу модем с функцией Wi-Fi роутера. Если нет разъемов, то можно подключить пушку, устроив емкостную связь. Вот таким образом наматываем один провод, потом фиксируем его изолентой. И сверх этого наматываем второй провод под углом 90 градусов к первому, чтобы они работали в разных плоскостях. Что происходит? Путем емкостной связи сигнал передается с провода на внутреннюю антенну модема. Таким же самым способом можно подключить эту антенну к обычному смартфону. Вставляем две завитушки, одна горизонтально, другая вертикально. Емкостная связь хорошо работает при условии, если антенна расположена на крыше или хотя бы на улице. Пока антенна в комнате, телефон не находит сеть. Сейчас попробуем антенну выставить в форточку. Сразу видно, что появился интернет, потому что стали приходить сообщения различные. Одно деление на антенне. О, загрузился спид-тест, скорость небольшая, но интернет работает. Можно вот так просто через емкостную связь подключить антенну к любому смартфону. На следующий день мы отправляемся далеко за город, чтобы проверить нашу 3G-пушку в реально суровых условиях. Приехала зимой на дачу, чтобы испытать нашу 3G-пушку. Честно, не ожидал, что здесь будет столько снега. Но все ради вас, зрители. Честно сказать, я даже не уверен, будет ли здесь наша антенна ловить. Вставляем наш модем и ожидаем, пока он загрузится. Сразу же поймала сигнал на одну палочку, потом же она пропала. Попробуем просто вынести ее на улицу, потому что здесь на даче стоят решетки, на окнах. Положу ее на дерево. Модем немножко подумал. Появился сигнал 93 децибела. А мы знаем, что это уже довольно неплохой сигнал. Ну что, идем поднимать выше. Все-таки антенна должна стоять на крыше, но на земле и не место. А ты знаешь, застяло. Да ладно, если ты тут так замерзнешь, если упадет, мы ее потом выровняем. Сигнал на всю показывает. Мне интересно, сколько он покажет децибел. 70! Ничего себе! У меня дома так круто не ловило. Страничка практически мгновенно спидтеста загрузилась. Видно Live Cell. Сервер, до которого меряется, отображается так же. О, пошел вроде. Прикрома мешает. Скорость 20! Ничего себе! Даже 22! Это абсолютный рекорд. Я не видел ни где, чтобы 3G работал быстрее. Скорость дачи 2,8. Это очень много для 3G. Нам, конечно же, интересно глянуть, какие он еще тут поймает сети. Может, здесь будет не только один Live Cell. Заходим в настройки сети. Выбираем режим поиска вручную. Нажимаем применить. Так, это у нас соглашаемся со всем. Ждем, пока он проверит все возможные сети, которые эта антенна может принять конкретно в этом месте. Ничего себе! Здесь даже российский Megafon 3G. Это, кстати, очень большое расстояние. Для чистоты эксперимента попробуем поймать сверхдальный 3G российский. С, разумеется, с российской симки. Beeline 3G. Пробуем. Модем загрузился. Мне, честно, не верится. Российский Beeline показывает на всю катушку. Сейчас посмотрим, сколько это у нас децибелла. Минус 79. Да, ну не может быть! Это просто сумасшедший сигнал. Видим, что ростовский интернет. Скорость пошла. Конечно, не такая суперфантастическая, как на ближнем интернете. 0,4 всего. Но я скажу, что это всего скорее из-за погоды. Потому что она сейчас метет метель. И я заметил, что все сети, даже 2G, сейчас ловятся очень-очень плохо. Давай посмотрим в нетмониторе. Где же находится эта заграничная вышка? Ростовская область, Луначарского, 16. Станица Митякинская. А теперь посмотрим, это же все самое на карте. Вот здесь мы сейчас находимся. Я отдаляю. Желтеньким выделена эта база, которая сейчас работает. Замеряем расстояние. 34 километра! А кто-то говорил максимум 12 километров. Так что 3G-пушка творит чудеса. Ну и напоследок несколько секретов успешного приема. Вначале нужно определиться, на какой частоте работает ваш оператор. Для этого заходим в настройки сети и выполняем поиск. В комнате, на улице, на крыше. Если все равно не находим нужную сеть, тогда на возвышенном месте в радиусе 5 километров. У нас уже есть одна сеть, работающая в 3G. Затем аккуратно и правильно собираем антенну. Обычно это 200 МГц для 3G или 2600 для 4G. Смотря что там у вас нашлось. Но иногда бывает попадаются нестандартные частоты. И тут важно не ошибиться. Набираем на смартфоне секретную комбинацию и попадаем в скрытое инженерное меню. Здесь нам интересна вот эта строчка. Тут указана частота, на которой работает оператор в данной местности. У меня это 200, самая распространенная для 3G. Но может попасться нестандартная. Например, 1800 МГц. Или у некоторых сельских операторов 850 МГц. Она также используется на интертелекоме. Нет смысла задирать антенну слишком высоко. Это увеличит шумы и падение сигнала на кабеле. Поэтому лучше не использовать провод длини 12 метров. Оптимальная высота для антенны чуть выше крыши других препятствий в нужном направлении. Чтобы достичь максимум скорости, нужно перепробовать разные места для установки антенны. На разных углах крыши и тому подобное. А чтобы точно узнать направление, рекомендую в приложении NetMonitor посмотреть расположение базовых станций. Их может быть несколько. Если по каким-либо причинам у тебя эта антенна не работает, присылай свои фото-видео к нам в группу. И мы постараемся помочь. Ссылка в описании. Вот, кстати, доработанная схема этой пушки для Wi-Fi. А также нового и быстрого Wi-Fi на 5 ГГц. Смотри в нашем предыдущем ролике, насколько сильно эта антенна способна усилить Wi-Fi. Субтитры создавал DimaTorzok